Как правильно замешивать глиняный раствор и замереживающихся под рукой материалов. Глина по составу, скажем, не очень жирная. Для кладки печей такая глина, она, ну, как бы, не очень интересна. Ее нужно обязательно взбить в глиняное молочко. Мы наливаем в емкость воды и накладываем туда глины. Значит, чем дольше она стоит замоченная, тем для нее лучше. Определить консистенцию раствора или жирность можно просто переливанием. Напоминает жидкое блинное тесто. Мы его называем глиняное молочко. Берем для приготовления качественного раствора верхнюю треть, верхнюю треть нашего молока. Значит, глиняное молоко. И добавляем туда песка. Проверяем его на адгезию, то есть на липкостные свойства. Обычный мастерок. Зачерпываем раствор, переворачиваем. Смотрите, раствор держится кверх ногами. Легкое обстряхивание, раствор слетает. То есть, когда мы несем раствор, намазанный на мастерок, он у нас не слетает практически. Смотрите, я намазал сейчас примерно 5 мм раствора, чтобы положить в 5-мм шов. Вот мы получили 5-мм шов. Продолжение следует... Продолжение следует...